Новая реальность для Дальнего Востока. 6 и 7 сентября в Владивостоке состоится 3-й Восточный экономический форум. Ряд мероприятий стартовали уже сегодня. В программе форума несколько блоков, посвященных развитию экономики регионов, содействию бизнесу, сотрудничеству со странами. Но главный упор сделан на создание условий для качественного нового уровня жизни в регионах Дальневосточного федерального округа. В работе форума принимает большая делегация Якутии под руководством главы республики Егора Борисова. С острова Русский сюжет нашего корреспондента Любови Васильевой. Экономический форум – это мобильная площадка для демонстрации достижения регионов Дальневосточного федерального округа. Субъекты во время форума показывают инвестиционно-привлекательные проекты, находят инвесторов из других стран и намечают точки роста развития. Якутия, в том числе, как самый большой регион страны, представляет все передовые технологии, инновационные производства, которые реализует на своей территории. В этом году работа делегации республики проходит под эгидой празднования 385-летия вхождения в состав Российской Федерации. Субъекты Дальнего Востока для создания положительного климата экономики страны совместно решают стратегические вопросы. Глава Якутии Егор Борисов подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве до 2022 года с администрацией Приморского края, правительствами Амурской и Еврейской автономной областей. Это дает определенные условия координации наших совместных действий в интересах развития Дальнего Востока. И, соответственно, тот опыт, который привлечен в нашей работе в прошлом, он обретает новый импульс. И сегодня это соглашение, которое мы будем иметь в виду для решения наших задач в ближайшее будущее. Молодежь открывает дорогу. В работу третьего экономического форума впервые включили молодежную площадку. Делегаты несколько дней разрабатывали и защищали свои проекты по быстрому развитию ДВФО. Из Якутии принимают участие молодые эксперты и представители управленческих кадров, предпринимателей, молодежного правительства. Идея молодежи Якутии о создании технологических торов привлекла внимание губернаторов и полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Мы от республики Саха Якутия многие проекты предлагали, которые на сегодняшний день у нас на территории республики реализуются уже. Есть положительный опыт, но другие регионы Дальнего Востока в этих проектах не участвуют. И мы предлагаем проецировать наш положительный опыт на другие регионы Дальнего Востока. Сегодня состоялось открытие выставки улицы Дальнего Востока. Здесь каждый регион представил свою экспозицию. Павильон Якутии в этом году представлен в виде Чисхана. Представители бизнеса республики каждого гостя встречают с радушием. Недалеко от павильонов расположился рыбный рынок, где прошла дегустация национальных блюд, морепродуктов. Вообще в Дальневосточном округе якутские продукты питания имеют очень хорошую славу. Как высококачественные, естественные, правильные и с душой приготовленные. Поэтому очень приятно. Спасибо. Сегодня мы представляем рыбном дворе не только рыбу якутскую, серебро Якутии, но и все вкусняки, которые у нас есть. Люди очень довольны, люди спрашивают. В основном спрашивают, как с вами связаться, как можно это все купить и где можно это купить. Есть ли у вас тут представительство. По программе участия делегации Якутии будут встречи с руководителями крупных компаний. Президентом Монголии также входит обсуждение реализации проекта строительства моста через реку Лену. Мы специально к этому форуму торгового промышленности России и Якутии издали журнал «Путеводитель российского бизнеса», где раскрыт весь потенциал нашей республики. И лучшие коллективы наши, и Алмаза Аннабара, и Сахабул, и Туймада Даймонд, значит, наши замечательные железные дороги Якутии, Киер-Ге, и многие представлены там, как самодостаточные продвинутые такие компании. И они сегодня присутствуют на этом форуме. Ключевое мероприятие под председательством Владимира Путина запланировано на 6 сентября. Не обозначено, как Дальний Восток, создавая новую реальность. Основное внимание будет уделено улучшению качества жизни в регионах. Любовь Васильева, Максим Ростовцев, НВК Саха, Владивосток.